Каждый день Эдуард Чачев проделывает один и тот же маршрут из дома в библиотеку для незрячих. Получив контузию во время службы в армии и лишившись зрения, ему пришлось в прямом смысле учиться жить заново. И именно библиотека стала его проводником в новый, непривычный мир. Эдуард Кумалевич – постоянный ее читатель с 1979 года. Освоив шрифт Брайля, он перевел в точечную символику абазинский алфавит, исполнив тем самым заветную мечту – читать произведения на родном языке. Библиотека в этом деле играет огромную роль в реабилитации инвалидов по зрению. Слепые из книг черпают знания, которые им необходимы, чтобы в жизни могли сами за собой ухаживать или же наравне со всем обществом познавать окружающий мир. Большое дело, когда сотрудники библиотеки очень доброжелательно и без каких-либо дискриминаций, без каких-либо различных предубеждений относятся с душой, ухаживают за инвалидами по зрению, можно так сказать. История Республиканской библиотеки для незрячих берет свое начало с 1994 года. Располагалась она тогда в небольшом помещении площадью всего 48 квадратных метров, примыкающим к общежитию инвалидов по зрению. Книжный фонд насчитывал чуть более 4000 книг. С ростом числа читателей увеличилось и количество литературы, расширился штат. И шесть лет назад библиотека перебралась в одноэтажное помещение по улице Пратизанской. Сегодня здесь обслуживается порядка тысячи человек. У нас всевозможные виды литературы, хоть у нас библиотека для незрячих и слабовидящих, у нас литература по Брайлю, система рельефно-точечным шрифтом. Люди незрячие читают пальцами, тактильно называется литература. Говорящая литература, это уже на кассетах, тифлофлэш-магнитофоны специально у людей есть. И последнее из новинок – это флэш-карты, книги на флэш-карты. И укропненным шрифтом для людей с ослабленным зрением, пожилого возраста и детей. Конечно, и нынешнее помещение библиотеки нуждается в расширении, но сотрудники говорят об этом с улыбкой и оптимизмом. Раньше-то было куда хуже. Много места занимает книжный фонд, изданный шрифтом Брайля. Рельефно-точечный шрифт для незрячих и слабовидящих был разработан в 1824 году и используется по сей день. Комбинации шести точек, которые очень удобно воспринимать кончиками пальцев, может воспроизводить любой язык, химические и математические символы и даже ноты. Напечатанные таким образом произведения получаются очень объемными. Брайлю книги – это рельефно-точечный шрифт, там написаны вот эти вот книги у нас идут. Вот идет сам шрифт. Значит, они очень объемные. Если мы возьмем книжечку плоскопечатную, вот она, вот такой имеет формат. Если мы возьмем укупленный шрифт, это уже две книги одного и того же издания. Если мы по Брайлю, вы видите, тут стоит 9 книг. То есть в библиотеке всегда существует такая проблема, как со стеллажами. У нас стеллажи нам закупает спонсор, мы очень ему благодарны. Вот, потому что если бы не его не подарки, то мы бы не знали, как размещать книги, потому что, ну, сами представляете, насколько увеличивается фонд. Если нам купить, допустим, 10 книг, сколько нам надо полок, можно, говорят, сказать, сразу 10 полок уже нам необходимо. Но если неудобства, связанные с хранением такого количества печатных изданий, еще как-то решаются, то доставка книг на дом весьма проблематична. Дело в том, что не все читатели библиотеки могут до нее добраться самостоятельно. Есть среди них и такие, кто вообще не может выйти за пределы собственной квартиры. И тогда сотрудники библиотеки несут им литературу прямо домой. Пешком и всегда вдвоем. Потому что сумка с книгами довольно тяжелая. По этой же причине доставить издания библиотекари могут только тем своим читателям, кто живет неподалеку от учреждения. Ну, зачем вы сели? Ну, а что вы будете подниматься тоже вам? Ну, я хочу сказать, что наши библиотекари очень девчата заботливые и всегда все книжки приносят. Потому что все-таки какой бы тротуар ни сделали, а представляете, вот такой кипой книг идти мне с тростью, да, не очень сложно. Поэтому у нас вот обслуживание на дому и хотелось бы, чтобы у девчат был какой-то транспорт, наверное, правильно. Или, я даже не знаю, им очень тяжело носить книги. Я вот сейчас не хочу, чтобы они поднимали, потому что такие же женщины, как я, и почему они должны. Я уж, конечно, в этом не могу ориентироваться, допустим, на улицу. Но здесь я возьмусь за перила и уж подниму книжки сама. Читатели же, которые живут в отдаленных микрорайонах, вообще не имеют доступа к библиотечной литературе. Учреждение остро нуждается в собственном транспорте. Это стало бы самым лучшим подарком к юбилею. В течение дня мы, так говорится, приходим на Международную 7, 5, Демиденко 34 и Международная 8. То есть это нам близко, мы еще можем взять сумочку и принести сюда книги и обслужить читателей. Но если вот нам добраться, как говорится, в город дальше, то есть на тот же Одесский. Вот у нас сейчас там уже читатель не обслуживался целый год, потому что он тоже живет на пятом этаже. Вырваться на Одесский у нас не позволяет рабочее время. И мы его не можем обслужить и не можем к нему доехать. Также у нас читатели по всей республике. Мы обслуживаем 18 районов. И эти районы тоже нуждаются в наших книгах. Библиотека для незрячих и слабовидящих – это своеобразный островок познания мира, обеспечивающий доступ к огромному массиву информации. За четверть века многое изменилось. Но главная цель, как признаются сотрудники библиотеки, остается прежней. Чтобы все, кто видит плохо или не видит совсем, пришли сюда и здесь им помогли зажить полной жизнью. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.